Расим Яхин родился и вырос в Баку. После окончания школы отправился служить в подразделение специального назначения Национальной гвардии. По ее окончанию продолжил службу во внутренних войсках. Когда началась Отечественная война, его вместе с группой бойцов перебросили на передовую. В свой первый бой Расим Яхин вступил 27 сентября за вершину Муров. Были такие моменты тяжелые, что как-то непривычно первый раз видишь трупы раненых людей. Но это все как бы нас не останавливало. У нас была цель, было задание. Для нас было главное выполнить задание, которое поставили перед нами. Расим Яхин также участвовал в боевых действиях за освобождение Джабраила, Физули, Ходжавента, Гадрута и города Шуша. Последний бой за жемчужину Карабаха стал самым сложным для героя. Он не только потерял своего боевого товарища, но и получил тяжелые ранения, в результате которых частично потерял зрение и кисть руки. Мы начали обстреливать из танков. Я только помню этот момент, как у меня в глазах все покраснело и был очень сильный шум в ушах. Потом, когда ко мне пришло зрение, я чувствую, что левая рука, как будто теплая вода, как будто льется теплая вода. Когда я повернулся, смотрю, уже у меня кисти не было. Рядом тоже вот был товарищ, я его пошатнул, позвал. Уже от него не было признаков жизни. Только тогда Расим осознал, что потерял своего близкого друга, Исмаила Гасабова. Говорят, вдруг познаются в беде, в тяжелой ситуации. Мы всегда были вместе. У нас, если даже, например, был кусок хлеба, мы делились между собой. И вот один день ты приходишь в себя и видишь, что уже этот твой друг-товарищ уже не дышит. После завершения боевой операции по освобождению города Шуша, Расим Яхин был доставлен в военный госпиталь, где его три раза прооперировали. Благодаря профессионализму врачей в скором времени Расим пошел на поправку. Реабилитацию я проходил в физкультурной академии здесь, на Генжлике. Тоже хочу выразить свои благодарности. И вот государство меня обеспечило новейшими биопротезами. Недавно вот мне выдали квартиру двухкомнатную. Семья Расима с нетерпением ждала его возвращения. И ни на секунду не сомневалась, что в скором времени он вернется домой. А особенно за героя переживали его любимые дочки, Алсу и Амина. Когда мы узнали, что... Субтитры создавал DimaTorzok